Ребят, приветствую всех на канале, меня зовут Ева Лехцер и для вас по вашим заявкам, которые вы оставили в инстаграм, я выполняю обзор новой колоды, новинка этого года, Таро Оппозиции. Колоды на самом деле ожидаемые еще в выпуске, те кто заказывает у издательства Левелин, потому что у Левелина должна выйти 8 августа, но как мы знаем традиционное издательство Лос Карабео, это Италия, как правило, выпускает эти колоды ранее. Вот у меня именно такой экземпляр от Лос Карабео, сейчас буду делать рецензию на эту колоду. Опять же напоминаю каждому из вас, что обзоры колоды это является моя субъективная точка зрения, взгляды безусловно могут не совпадать, в любом случае для вас это как бонус, полезная информация, которую вы можете взять на вооружение или нет, но по крайней мере у вас уже будет какое-то мнение относительно этой колоды. Итак, давайте с вами начнем, вот такая вот твердая упаковка, за это сразу жирный плюс жирный лайк, для кого-то она безусловно может показаться громоздкой, но для меня это плюс, объясню почему, потому что я очень часто беру колоды с собой в поездку, в дорогу, и я вообще на самом деле люблю более такие жесткие коробки, либо даже жестяные, в которых очень удобно хранить данные инструменты. Как вы видите, здесь вот подписано издательство, 78 карт с книгой, ну и вот такая вот у нас здесь красота. Итак, Микель Далосио и Перлок Азизи, это у нас авторы этой колоды, вот покажу вам еще здесь ICBM, чтобы вы могли увидеть для тех, кто заказывает, где вы можете заказать, то есть непосредственно издательство, и давайте смотреть. Могу сказать сразу, при первом предпросмотре колода вызвала мне неоднозначные мысли, а сейчас с ними буду делиться. Смотрите, какая красота, когда мы открываем, даже здесь, насколько красивой является сама упаковка, это реально супер, за это действительно жирный жирный плюс. Итак, извлекаем наши инструменты, отложу книгу немножечко в сторону, к ней вернусь и начнем с колоды. Первое, что мне не понравилось, обратите внимание, не знаю, насколько вам хорошо это будет видно, посмотрите, насколько изогнута колода. Повторюсь, колода у меня в работе еще не была, я ее не тасовала, все, что я делала, просматривала визуальный ряд, так изогнуть колоду в руках, ну, честно, физически не могла, поэтому сразу могу сказать, хотя вырубка здесь хорошая, как вы видите, ничего не кошлатится, идеальный срез, хороший картон, но вот это оставляет желать лучшего. Начнем с пустых карт, я их изначально отложила сюда, начало колоды, как вы видите, по карте, вот такая у нас идет шикарная двусторонняя рубашка, но оно и понятно, потому что колода делает акцент на работе не только с прямыми, но и с перевернутыми арканами. Очень приятный фон, очень приятный тон, действительно рубашка, которая визуально цепляет, и особенно если вы работаете в социальных сетях, либо на ютубе, она будет таким вот украшением, дополнением. Качество самого картона, двусторонняя ламинация, ну, понятно, что колоду только достала, не вижу никаких отслоек в плане ламинации, хотя в некоторых колодах у Лоскар-Рабео такое было. Вот толщина картона, карты очень плотные, но теперь, я не знаю, насколько вам это будет хорошо видно, возможно, камера этого не передает, видите, как изогнуты карты. Это, наверное, можно видеть, только если мы с вами положим вот так колоду, ой, рассыпалась. Так, ну, в любом случае, даже если не по порядку, карты у меня сейчас легли, я вам буду показывать все, как есть. Так, ну, давайте вот так положу, вот, видно. Уйдет ли эта деформация, я не знаю, но для кого этот момент является критичным, обратите, пожалуйста, на это внимание. Итак, начнем наш обзор. Но прежде чем буду показывать визуальный ряд, давать свои какие-то там, вставляйте пять копеек, реплики, немножко отложу, перейду к книге. Объясню сейчас, почему. Потому что то, что изложено в книге, у меня вызывает такой один большой глобальный вопрос. Итак, мануал, как мы видим, действительно хорошая полиграфия, хорошая такая вот книжка. Книжка здесь мультиязычная. Как вы видите, здесь есть на английском языке, на итальянском, ну и в конце она вот на русском, русскоязычная. Итак, тут идет краткое вступление, почему называется непосредственно Таро-оппозиция. Тут идет акцент на то, что идет значение как прямого, так и перевернутого Аркана. Хотя, ну, честно, не понимаю, в каком смысле они здесь открыли Америку, если это изначально предполагалось и прописывалось в переработе с любой колодой Таро. Если особенно это классики касаются Райдера Уэйта, это прописано даже в таркатах Ордена Золотой Зари. Ладно, сейчас не об этом. Что вызывает вопросы? Почему обращаю на это внимание? Потому что, ребят, я, наверное, больше таролог-практик, нежели таролог-теоретик. Объясню почему. Потому что все вот эти вот нюансы, которые прописаны в любой литературе, я, естественно, сразу пытаюсь перепроверить на практике. То есть, как это у меня работает, насколько это созвучно. И, соответственно, так как я тоже обучаю людей дать какие-то свои рекомендации. Что вызывает здесь вопросы? Здесь представлен расклад, который рекомендует автор этой колоды. Ну, как один из вариантов взять свою копилку и использовать. Сразу могу сказать, с чем не согласна. Сейчас объясню. Смотрите, описывается суть расклада. То есть, проблема, ресурс, решение, развитие. Ну, это как бы структура. А теперь, как автор предлагает работать благодаря этой колоде с этим раскладом. Например, вот проблема. Поскольку мы говорим о проблеме, лучше всего начать толкование с того, чтобы рассмотреть негативный аспект карты. Ну, например, проблема. Почему у меня не клеится отношение с Васей? И у нас здесь с вами... Сейчас я хочу просто выбрать карту. Падает прямой туз кубков. То вы должны его трактовать вот так, как перевернутый туз кубков. Но это же некорректно. Почему? Потому что вы скажете суть ситуации. Вы должны... Вот знаете, есть нельзя говорить такое выражение. Так выпала карта. Или карте место. Соответственно, вот если у вас выпало, то что бы здесь ни писали, то как вы можете интерпретировать эту карту в негативном аспекте, если она у вас дает прямое положение? Вот если бы она выпала вот так, тогда да, я согласна. И тут можно сказать, а почему вот такая ситуация в отношении? Да потому что у Васи уже нет чувств. Вы не можете интерпретировать ее в ином положении. Потому что это кардинально меняет значение вашей ситуации. А вы скажете, хорошо, почему не клеится отношение? Не что, у Васи глубокие чувства, потому что туз кубков это чувство, это влюбленность, это новая эмоция. И вот здесь ключевым фактором будет новая эмоция, потому что туз кубков это у вашего Васи новая влюбленность. Но это не вы. Вот поэтому здесь, я говорю, проверяйте все на практике. Потому что то, как здесь предлагают излагать авторы, ну, с моей точки зрения я не согласна. Далее. Ресурс. Ответ, как правило, находится в положительном аспекте карты, которая указывает на данный ресурс. Ну, например, что я могу взять из этих отношений, да, положительный аспект карты. Но вы же колоду тасуете, она же вас не может, если вы изначально планируете работать прямой с перевернутыми. Вы, безусловно, колоду будете подготавливать к тому, чтобы, ну, перемешали. И у вас как карты легли в колоду, таким образом вы будете эти карты из колоды изымать. И, например, ресурс. Ну, я сейчас образно вот хочу достать что-нибудь такое интересное для привязочки. Ресурс. И у вас, например, здесь ложится пятерка пентаклей. Да какой же это ресурс, если ресурсов этих отношений нет. Это отношения, которые вас полностью, в которых вас обесценивают, потому что это остаться ни с чем. Отношения, которые вас отягощают. И более того, отношения, в которых у вас забирают все ресурсы. Время, любовь, деньги. Ну, вы остаетесь ни с чем. То есть, это же некорректно. Понимаете? Вот хорошо. Или вот окей. Или у вас карта выпала вот так. Какой здесь ресурс? Вот у вас выпала карта, здесь пятерка пентаклей, вот в этом положении. Вы что, должны перевернуть и трактовать вот так? А вот здесь будет совершенно иное значение. Вы абсолютно духовно не подходите друг к другу. Это разные социальные слои. Из серии «Вы статусная семья, ваш товарищ может быть из более низшего социального класса». И тут речь не в том, что он плохой человек. Разные взгляды на жизнь, разные подходы на ситуацию. То есть, вы несовместимы. А если вы будете следовать совету и рекомендациям тому, что здесь изложено, вы такие, ну так, ресурсы должны трактовать в позитиве. То есть, вы изначально сами меняете картину восприятия, получения той информации, которую вам дают карты. Ладно, дальше. Решение. Эта карта указывает на возможное развитие ситуации. Что будет, если все пойдет не так? Это показывает негативная часть аркана. То есть, ну опять же, решение. Допустим, изымаем и с вами аркан. Здесь у нас падает повешенный. Решение в этом случае. Подвесить эти отношения, ставить здесь точку. Если смотреть в перевернутом положении, опять же, освободиться, не быть жертвой ситуации. Посмотреть на ситуацию под этим углом и оборвать вот эту жертвенную привязку. Вопросы, может быть, какой-то тирании в отношении вас и когда вы связаны обязательствами. Это очень важно понимать. Эти тонкие моменты, потому что, ну, вы полностью искажаете суть вещей. Хорошо. Дальше смотрим. Рост. Это пишет более медитативная духовная карта. Та-та-та-та-та. Да. То есть, что? Есть ли рост, допустим, в этом союзе? И, как вариант, у нас падает смерть. Если, например, хотя бы смерть падала бы прямая, да? А нужно считать именно прямое значение этой карты. Трансформация, вынесенные уроки. То есть, вы кардинальным образом меняетесь и не позволите сами себе быть более в статусе жертвы. А если у вас карта падает вот так, то какой же здесь рост? Если человек вас тут тянет ко дну, перевернутая смерть, это не только за 100, это фаза роста. Человек здесь даже, ну, в связке, допустим, с определенными картами может вас довести до суицида. Поэтому, ну, не знаю, кто составлял эти расклады, так у вас стреляет желать лучшего. Ладно. Это моя точка зрения, она может остальных не касаться. Далее. Перевернутые карты. Как используют? Как активное, пассивное, сознательное, бессознательное, быстрое, медленное, зависящее от нас, независящее от нас. Ну, хорошо. Тут такое. А вот теперь начинается самое интересное. По одной карте они описывают, например, на примере дурака в позитиве и в негативе. То есть, прямое перевернутое значение. А вот здесь все смешалось люди-кони. Объясню сейчас, почему. Вот смотрите. Дурак. Отказ от собственной уверенности. Путешествие, приключение, невинность, безумие, ведение, замешательство, творческий настрой, обращение, оригинальность, беспорядок. И, допустим, ладно, ок. Я, допустим, практику уже со стажем. Я могу разобраться, где, какое значение этого аркана, за что отвечает. В прямом, в перевернутом положении. Если вы новичок, как вам отсеять, что здесь, где прямое положение, где перевернутое, какую информацию черпать. Или, опять же, вот смотрите, маг. Я так понимаю, что в прямом положении, хотя я могу здесь ошибаться, но так как здесь ничего не подписано, соответственно, я трактуру, как я вижу. В прямом положении магия обман в перевернутом вдохновении. Ну, маг в прямом положении на обман крайне редко указывает. В перевернутом согласна. Хорошо, можем поступить иначе, что это перевернутое значение, это прямое. Ну, вы же тогда напишите это корректно. Потому что и вот здесь такая каша идет абсолютно по всем арканам. Не знаю, откуда брались эти трактовки. Более того, колода, могу сказать, по своей прорисовке, по своему значению, не совсем созвучна с системой Райдера Уэйта. Почему я вам сейчас это буду показывать по картам, по прорисовке, но многие карты вызывают большое одно но. Она больше оракульная, нежели с системой Райдера Уэйта. В этом вы увидите сами, когда увидите арканы. Хорошо, пропускаем все вот эти нюансы. А вот здесь почему-то мы решили вспомнить на младших арканах, что есть прямое положение, есть перевернутое положение. Поэтому, кто это писал, остается загадкой. Почему я говорю, что не соответствуют трактовке Райдера Уэйта, я вернусь потом к прорисовке, но сейчас даже вам покажу по описанию. Вот, например, пятерка кубков. Если вы помните, в классике Райдера Уэйта это скорбь, печаль, это траур, то есть там идут самые такие негативные чувства, это потери. Здесь в прямом положении благодарность, реализация потенциала, успокоение. Ну, ладно, я там молчу. В перевернутом разочарование, тоска, нереализованность. И так в большинстве арканов, понимаете, или вот, например, четверка кубков в прямом положении. Если в классике Уэйта это апатия, тоска, хандра, отчуждение, здесь наслаждение, умение радоваться малому, отпускать прошлое. Вот вам сразу ответ на вопрос, а оракульная это система или это система по Райдероиду. И так вы можете проанализировать по многим арканам, скажу честно, ну, допустим, туз Пентакли в перевернутом положении, задержка трудности соперники. Но если задержка трудности, то бог с ним, ну, с каких упор перевернутый туз Пентакли это соперники. Ну, то есть очень даже много трактовок у меня вызывают, знаете, вопросы. Если, например, туз Жезлов перевернутый у них это фальстарт, а перевернутый туз Мече это вопросы импотенции, хотя, может быть, наоборот. Ладно, это уже лирика, оставим это на потом. По поводу полиграфии, все отлично, все шикарно, здесь ничего сказать не могу. Теперь давайте смотреть непосредственно саму колоду, ну, и, соответственно, как бы делать какие-то выводы. Так, пустые карты я отложу, часто вы меня спрашиваете, как ими пользоваться. Ребят, вы либо ими пользуетесь, либо нет. Можете закрывать колоду для вопроса коррекции судьбы на Таро дополнительно. Можете использовать вот эту вот карту как пустую, это рекламная, она ни для чего не служит. У нас сейчас, конечно, карты несколько перемешались, поэтому уже буду вам показывать их в той последовательности, в какой они идут. Ну вот шут прямой. Новый старт, новые возможности. Как мы видим, перевернутый, это риск, необдуманный поступок, либо ситуация, которая заставляет вас задуматься и сожалеть о содеянном. Маг прямой классики соответствует. Перевернутый, вот здесь как раз магия, ложь, обман, манипуляции и прочие вещи. Жрица прямая, это тайна, это загадка, это, в принципе, вопросы целомудрия. Перевернутая жрица, но это здесь и раскрытие информации, и нечестные игры, и, ну, скажем так, похотливый или некорректный образ жизни. Вот это по перевернутой жрице. Ну, здесь более-менее все совпадает. Прямая императрица, перевернутая императрица, зацикленность на материальном, то есть попытки, знаете, давления власти. Сейчас вот показываю вам без описания, там, где более-менее по классике совпадает. Вот, но честно, когда читала значение того же жреца в прямом, в перевернутом положении, вызывает очень массу вопросов. Что мне нравится, что идет вот безрамочная карта. Вот это на самом деле люблю. Когда идет такая вот полнота картины, тут как следствия, видите, правильный выбор, неправильный выбор. Победа, постижение. Здесь, видите, поражение, идти неправильным путем. Или, как говорят, поворот не туда. Прорисовка. Прорисовка зайдет не каждому, объясню почему. Она, знаете, такая более компьютерная, что ли. Не каждому это заходит. Кто-то любит более живые карты. Знаете, какой такой... Больше, знаете, какой натуральный, что ли. Потому что не всем нравится система коллажей. Не всем нравятся вот эти сильно компьютеризированные обработки. Поэтому здесь, пожалуйста, решайте для себя сами. Подходит вам такой визуальный ряд или нет. Является ли это подача интересной? Да. Был предшественник еще этой колоды. Револента энтеропа, по-моему, называлась эта колода. Но там прорисовка, скажу честно, была более скудная. И эта колода не зашла в основу потребителю, потому что на нее категорически был, знаете, такой незначительный спрос. Почему об этом могу утверждать? Потому что общаясь с людьми, которые держат исторические магазины. И со мной, как практику, было интересно, есть ли спрос на данный инструмент или нет. То вот эта колода по прорисовке, по своей подаче, она действительно будет более интересная. Новичку более, скажем так, упрощенная в работе. Потому что даже, знаете, как здесь, если не помнишь, не знаешь значение аркана, здесь уже ты видишь визуальный ряд. Есть во что окунуться, откуда эту информацию черпать. Но если вы заточены по теории под систему райдера Уэйта, то здесь многие арканы могут у вас вызвать ряд вопросов. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание, чтобы потом, знаете, не делать каких-то неправильных трактовок, либо не совсем корректных выводов. Мне сразу писали ученики, вот вы уже посмотрели, скажите, пожалуйста, нравится ли она вам по прорисовке. Сказать, что прям совсем да, это мое-мое? Нет. Но и в то же время какой-то отталкивающей она не является. Буду ли я с ней работать? Буду, посмотрю, как она себя ведет в работе, насколько она информативна, насколько хорошо дает исчитывать информацию. Но здесь уже, конечно, буду опираться не на то, что прописывали авторы, а больше на свой опыт. Потому что вот вам четверка кубков, это, как я говорю, первое прямое несоответствие. Та же пятерка кубка, вот в прямом положении. Вы где-то видели в райдер-ауэйта в прямом положении пятерку кубков. С такой символикой, с таким значением. Здесь, знаете, как почему-то прослеживается на арканах, это желание очень рьяно каждый аркан поделить на позитив и негатив. Хотя есть в классике райдер-ауэйта непосредственно, как, знаете, безусловно негативные карты, безусловно позитивные. Здесь же пытались вот эту вот границу каким-то образом убрать и по-своему структурировать данную информацию. Ну, что ж, имеет место быть. Ну, просто если вы приверженец классической системы, это для вас может быть не совсем удобным. Вот опять же, десятка кубков. Опять, обращайте внимание на то, что чашки вы все считаете в совокупности. Не с позиции, сколько у вас здесь на этой половинке, потом на этой, а вот все в совокупности. Опять же, это не совсем правильно, с моей точки зрения. Почему? Потому что, ну, вы же здесь идете, даете значение этой десятке кубков в перевернутом положении. Соответственно, и здесь должна быть десятка чаш, и здесь десятка чаш. А то такое, смесь бульдога с носорогом. Ну, представьте, человек-новичок. Ну, благо здесь хоть подписанное на это. Огромное спасибо. Ну, так смотришь, ну, что-то, ну, пятерка чаш, какие-то букашечки. О чем тут вообще речь? Ну, какие-то, знаете, непродуманные решения. Вот, видите, не слишком такое, знаете, говорю, рисовали школьники. Я не совсем люблю такую прорисовку арканов. Кстати, уже предвкушаю ваши вопросы. А зачем же вы тогда брали эти колоды? Ребят, это контент моего канала. Зачастую данные инструменты я как раз приобретаю для того, чтобы сделать вам обзоры. То есть, они у меня не хранятся. И данные колоды я потом продаю, перепродаю то, что как бы мне заходит, мне неинтересно. Поэтому все те, кто печется о том, что я пускаю деньги никуда, кого очень сильно волнует этот вопрос, можете так сильно не переживать по этому поводу. Я всегда, знаете, как каждый товар найдет своего покупателя. Плюс я делаю такую оценку и для себя, и для своих учеников, либо для тех, кому интересна эта тематика, дабы уберечь, знаете, как от ненужных покупок, от ненужных вложений. Почему? Да потому что зачастую, когда вы приобретаете инструмент, не тот, который бы вам хотелось, это вызывает потом какую-то досаду и разочарование. Вы думаете, а лучше бы я это потратил на какую-то иную колоду, либо, допустим, на полезную литературу. Вот так же здесь двойка пентаклей, видите? Или тройка пентаклей. Но вот здесь хоть это более-менее понятно, понимаете? Это созвучно сразу вот этим картам. А вот там, ну, то есть этот момент я, конечно, бы доработала. Или вот здесь четверка пентаклей. Аналогично здесь два, здесь два. Но это не является корректным, потому что вы же должны здесь изобразить четверку пентаклей, а здесь ее прототип, да? То есть оппозицию ее. А у вас всего на весь аркан четыре пентакля. Ранее, скажу честно, с этими авторами, может, я, конечно, ошибаюсь, но я не помню на слуху, что под ним не были, вроде бы нет их колод. Если у кого-то есть колоды данных, издателей, данных авторов, напишите, пожалуйста, как они вам, как они у вас в работе. Королева Жезла здесь красивая. Опять же, вот даже сейчас беру покарточно, ну, вот честно, чувствуется, что сильно карты изогнуты, уже не есть хорошо. Надеюсь, что все-таки эта деформация, она устранится. Хотелось бы в это верить. Особенно, знаете, вот тройка мечей меня в этой колоде просто удивила. Ну, все, вы, думаю, помнят классическое значение тройки мечей. Вот я вам сейчас вернусь, зачитаю. Тройка мечей. Прямое положение. Раскрытие ранее скрытого, проявление целостной картины, заживление ран, господство разума над эмоциями. Но я не помню, чтобы по прямой тройке мечей было заживление ран. Понятно, что вы здесь изобразили и, скажем так, подтянули здесь сюда прорисовку. Является ли это корректным? Не знаю. Не нужно тогда писать, что это Глода в традиции Райдера Уэйта. Другими словами, больше вопросов, нежели ответов. Также здесь, как по пятерке мечей в прямом положении. Честно, я когда читала здесь значение мечевых карт, у меня больше это вызывало вопросов и недоумения. Также, вот как семерка мечей прямая. Вот цитирую. Сейчас найду. В прямом положении избегать трудностей, оттачивать мастерство в борьбе, находить решение. Ну, с каких пор? Это карта воровства, предательства, измен, обмана. Максимум, это, знаете, авторское, интеллектуальное воровство, либо обойти оппонентов за счет сбора их информации, то, чем они владеют. Причем самое смешное, в прямом восьмерка мечей. У них это освободиться, перевернутое, быть связанным по рукам и ногам какими-то трудностями, обстоятельствами. Очень много вопросов по этой колоде. Безусловно, она имеет, знаете, как реализацию в жизни. Можно и на этом инструменте работать, но не рассчитывайте, что это классика райдера Уэйта. Здесь по ней идут совершенно другие значения. И, опять же, то, что они прописывают, как пользоваться этой колодой, такое ощущение, что они с ней сами вовсе не работали. А просто, знаете, как маркетинговый ход. И сдать, и сдали. А как это использовать на практике, не совсем это поняли. Королева мечей. Шестерка Пентакли. Я его слепила из того, что было. Ну, где здесь вот помощь, поддержка. Уже знаете, как идет прототип Марсельска II, где не прорисованные младшие арканы. Ну, какое-то такое вот ни о чем. Это называется «Не было идеи больше для картинки». Вот так. Вы сейчас, наверное, можете подумать, что я пытаюсь каким-то образом очерничать чей-то труд, либо просто, знаете, как моя стезя критиковать. Нет, вопрос заключается не в этом. И понятно, что своей колодой еще никакой не сдала. Я к тому, что если вы уже сдаете какую-то вещь, ну, подходите как-то к этому конструктивно. просто очень много недочетов. Паш Пентакли. Рыцарь. Королева Пентакли. Особенно не понравилось, как они в перевернутом положении писали, что это пошлость. Объясните тогда, аргументируйте, где здесь пошлость. В том, что у него укладка на голове, ну, то есть каким-то образом эта же информация должна подаваться. Пошлость, распущенность, это перевернута королева Пентакли в этой колоде, чтобы вы знали. Тоже. Ждавали эту колоду, скажу честно, да, было интересно посмотреть на результаты работы этих авторов. Но пока, как вы знаете, больше не ясного и разочарования. Вот тройка жезлов из серии 1, 2, вот те 3, а там догадывайся сам. А так, ну, новичок смотрит, ну, серия здесь 1 жезл, а здесь 1 жезл. Ну, возможно, это уже, знаете, я придираюсь, но если так смотрите объективно. Шестерка жезлов. Вот здесь правильно подана интерпретация, исходя из того, что и нарисовано, и прописано. Восьмерка. Не форсируйте события. Девятка жезлов. У меня будет просьба к тем, у кого вдруг впоследствии будет эта колода издательства Левелин. Напишите, пожалуйста, какое у вас качество и картон, и колоды в целом. Может быть, полиграфия будет каким-то образом отличаться. Здесь у нас немножко вперемешку, потому что это те арканы, на которых я делала выкладку карт, такой вот мини-расклад. Ну, скажу честно, колода вызывает какие-то двоякие ощущения. Хочу ли выполнить на ней недельный расклад, либо может быть месячный, чтобы посмотреть, как она подает информацию, насколько она созвучна, и как будет давать ответы. Ну, в принципе, я вам показала с позиции визуального ряда, указала на те моменты, которые, могу сказать так, можно опровергнуть, и вообще подать сомнением. Стоит ли вам ее приобретать, безусловно, решать вам, поэтому жду от вас обратной связи, напишите, зашла она вам с позиции галереи или не зашла, взяли бы вы себе в работу такой инструмент. Если у кого-то уже есть данная колода, напишите, как она вам откликается. На этом, в принципе, все, жду ваших комментариев, поэтому пишите пожелания, какие бы вы хотели колоды видеть в обзоре, какую бы информацию хотели подчеркнуть, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Для тех, кого интересует обучение на картах Таро по системе Райдера Уэйта либо вопросы индивидуальных консультаций, то традиционно мои контакты вы сможете найти как в шапке YouTube канала, так и под любым из моих видео. Я вас искренне благодарю за просмотр, удачных вам и плодотворных покупок, ну и до новых встреч!